тратите кучу времени на создание контента несколько часов для того чтобы сделать одно крутое фото и еще несколько часов для того чтобы его обработать скачиваете тоннами приложения для обработки фото и видео вкладываете душу в написание текста продумывание поста думаете над тем какой stories снять сегодня о чем рассказать подписчикам вы ждете лайки комментарии активность на своей странице но она достаточно низкая тогда смотри это видео до конца меня зовут алена полюхович и я сегодня расскажу тебе несколько уловок блогеров которые позволяют повысить охват страницы и ее активность и бери себе на заметку замечали ли вы в последнее время что вы скролите ленту в инстаграм и видите пост с каруселью куда напихнуто тысяча одинаковых плюс-минус фотографий и вас просят выбрать лучше не могла определиться какая фотография лучше первая вторая или третья хоть они между собой все практически похожи и вы ставите в комментариях сотую там единичку допустим или же вы подписаны на некоторых блогеров и видите что в последнее время почти все из них показывают какую-то stories и просят вашу реакцию на это stories ставь какой-нибудь смайлик что ты думаешь по этому поводу или там отправляй огонь если сам попадал в такую ситуацию и вы наверное недоумеваете почему так массово в последнее время все стали использовать эти приемы на самом деле все просто все это повышает активность странички блогера повышает охваты а следовательно ценник на рекламу растет и начнем мы с вами конечно с уловок из stories конечно же главная цель любого stories это удержание внимания чтобы stories просматривали до конца возвращались к предыдущим и вообще смотрели пролистывали ваши истории и конечно добиться этого можно с помощью текста именно поэтому блогеры часто дублируют свой текст в stories текст должен быть коротким и максимально завлекающим для чего во первых потому что не все подписчики смотрят stories со включенным звуком а если вы напишите короткий какой-то завлекающий текст то вы тем самым повышаете вероятность того что во первых подписчик включит звук на телефоне ну или хотя бы просмотрит stories до конца именно поэтому очень часто выкладывают stories которые состоят полностью из текста ну во первых с помощью текста вы можете гораздо больше донести мыслей своих чем за 15 секунд говорения ну а во-вторых читать вот огромный текст который прописан в stories вы будете явно дольше чем 15 секунд точно будете удерживать stories удерживать останавливать экран чтобы лучше разглядеть stories а это плюс к увеличению охвата и очень важно когда вы именно зажимаете экранчик чтобы получше разглядеть там или прочитать что написано что вы видите в stories потому что алгоритм данной соцсети понимает что вам интересно данная страница интересно данная stories данные публикации и таким образом он начнет показывать эту историю в топ выводить ее просто-напросто в топе и показывать большему количеству людей именно поэтому вы очень часто можете увидеть у блогеров кучу всяких скринов stories из переписок из комментариев которые очень огромные большие чтобы просто вы останавливали именно на их stories и пытались что-то там прочитать разглядеть или же увидеть и именно сюда можно также отнести игры в stories которые связаны с какой-то картинкой где вам нужно найти какие-то предметы на этой картинке или там конкретного человека или посчитать сколько вы видите там тех или иных зверей на картинке естественно вы за 15 секунд ничего быстро не увидите поэтому что вы сделаете опять же вы зажмете остановите stories и будете пытаться найти то что вам там по условиях сказано и потратите на это конечно гораздо больше чем 15 секунд но если вы еще не выкладываете посты карусели советую начинать это делать уже прямо сейчас наверняка вы уже видели вот эти вот кучу постов карусели где вы должны выбрать одну или вторую фотографию или же сказать какая вам понравилась больше и делается это все конечно же не просто так принцип работы карусели влиять на охваты и он достаточно простой если вам попадается такой пост блогера и вы не ставите на него лайк в следующий раз вам снова покажется этот же пост но с другой фотографией из подборки в посте карусели можно уместить до 10 фотографий а это значит что один и тот же пост блогер может появиться у вас в ленте аж целых 10 раз еще хорошо влияет на охват это долистывание карусели до конца ну а добиться этого эффекта очень просто вы просто выкладываете две фотографии спрашиваете какая из них нравится больше и все готово все ваши фотографии будут пролистнуты именно поэтому часто выкладывают продолжение какой-либо истории не в комментариях а скрин именно из заметок которые выкладывают в этот пост карусель потому что вы задерживаетесь на таком посте гораздо дольше пока пытаетесь все это прочитать и пролистать всю карусель ну а инстаграм конечно же это засчитывает ну а для получения больших охватов и ценника на рекламу конечно потребуется вложить небольшие свои средства блогеры готовы дарить вам свои деньги в обмен на то что вы будете следить за ними за их stories и будете находить что-то что они вам скажут например они готовы подарить 500 рублей тому кто первый заметит на них там определенный цвет в одежде или же какой-нибудь стикер или же буквы или же слово а даже иногда не у одного блогера а у целых нескольких блогеров денежный приз может быть абсолютно разным начиная с 500 рублей заканчивая тысячу пятью тысячами рублей 10 тысяч рублей все здесь зависит конечно от ваших финансовых возможностей согласитесь всего 500 рублей а ваши подписчики уже готовы целый день смотреть ваши stories в надежде получить денежный приз ну и конечно мы прекрасно понимаем что если вы например блогер миллионик то это не сильно большая сумма денег которую вы можете заплатить за привлечение к себе внимания ну и соответственно поднятие охвата таким же образом дополнительно повышают охваты при проведении гиво спонсоры гиво вэй могут выкладывать у себя в stories к примеру смайлики и говорить что те кто первым верно посчитает их количество получит денежный приз и здесь денежный приз может достигать невероятно больших размеров вплоть до 50 тысяч рублей а вы еще не показываете в stories как вы готовите карбонару и очень зря и возможно вы заметили что очень многие блогеры стали показывать рецепты приготовления той или иной еды даже если их блоге вообще очень далеки от тематики кулинарии а все просто все потому что это всего лишь дополнительный быстрый способ поднять свои охваты ведь если вам будет интересно блюдо которое приготовил тот зеленой блогер вы будете досматривать stories до конца а возможно вы будете еще возвращаться перелистывать останавливать зажимать потому что вам будет просто напросто интересно какие продукты он использовал как все это получилось какие ингредиенты сколько какие пропорции вам нужно использовать ну и поэтому вы конечно же будете просматривать stories и скорее всего вы будете просматривать их последовательно а это тоже очень важно для блогера потому что instagram это все считать если вы не пролистнули дальше значит вам интересен контент интересно stories интересен блогер ну и соответственно его stories его самого в ленте вам будут показывать гораздо чаще остальных ну какие еще методы можно добавить для продвижения в инстаграме я использую исключительно два метода которые работают лучше чем что-либо первый метод это комментарии то есть необходимо найти список релевантных аккаунтов каких-то больших инфлюенсеров популярных людей и писать комментарии под всех им под под их постами то есть чем больше вы классных комментариев напишите тем больше вероятность что люди прочитают комментарии перейдут на вас и подпишутся на вас потому что многие читают комментарии здесь важно скорость то есть чем быстрее вы напишите ваш комментарий допустим если пост вышел там минуту назад пять минут назад 10 минут назад час то есть чем быстрее вы напишите комментарии тем вероятность того что его прочитать больше пользователей лучше не писать комментарии под поставим которым уже больше суток потому что вероятность что уже этот пост не увидите комментарии утонет среди множества других огромное поэтому я их игнори лучше брать максимально свежий контент И комментарии работают просто отлично в инстаграме, здесь важно не писать какую-то чушь, там спасибо и прочую ерунду, пишите что-то, что дополняет контент, принести какую-то дополнительную пользу, и лучше всего это какой-то мотивационный контент, то есть мотивировать других людей, люди любят мотивацию, и чем больше вы будете писать комментариев, тем выше вероятность, что перейдут на вас и подпишутся. И второе, это постить много, я знаю, что многие рекомендуют там постить один раз в день, пару раз в неделю, это все полный бред, постите 3-4 раза в день, утром, в обед, вечером, еще можете ночью даже запостить какой-то контент, чем больше вы постите, тем больше вы охватываете разных людей, которые, кто пользуется утром, кто пользуется в обед, кто пользуется вечером, постоянно постите, потому что чем больше вы создаете контента, тем улучшается качество вашего контента, потому что постоянство это ключ к успеху я один раз слышал как Скала Джонсон говорил что постоянство это его ключ к успеху к примеру когда я начинал снимать видео вообще это был какой-то ужас и там первое видео вообще удалил потом долго себя искал думал какой вариант лучше но на самом деле уверенность переходит с постоянством чем больше вы записываете контента чем больше вы создаете тем тем больше вы его улучшаете с каждым разом вы чуточку улучшаете вы можете это не чувствовать но на протяжении нескольких месяцев результат просто очевидный поэтому создавайте много контента где-то 3-4 публикации для инстаграма и пишите минимум 30 комментариев в день найдите список инфлюенсеров пишите комментарии и это даст результаты для продвижения вашего инстаграма для блогера очень важно чтобы вы не просто следили за ним но и возвращались на предыдущие их stories и здесь очень круто подойдет игра как в детстве знаете найди пять отличий где вы публикуете две фотографии которые в принципе похожи но чем-то отличаются между собой и предлагаете найти отличия соответственно будут возвращаться на предыдущую stories чтобы посмотреть предыдущую картинку и сравнить ее со следующей картинкой а если в таких играх вы еще будете разыгрывать денежные призы то тогда количество показов вашей stories может увеличиться просто в десятки тысяч раз очень важно вернуть подписчика на предыдущую stories и создать впечатление того что он пропустил что-то очень важно и для этого подойдут просто даже коротенькие тексты там а вы заметили что в предыдущие stories и дальше пишите продолжение подписчик обязательно пролистнет на предыдущую stories это гарантированно также очень часто пару месяцев назад были популярные игры где предлагалось собрать пазл из вас или же там поймать если сможешь а также очень популярен такой прием нажми чтобы обработать где выкладываются две фотографии 1 до обработки и следующая сразу за ним с наложенным фильтром ну и конечно все это сопровождается просьбами прислать конечный результат в директ зачем потому что алгоритмы соцсетей очень сильно ценят такой вид общения ну и как проще всего побудить пользователя прислать вам что-то в директ сделать какой-то ответ на вашу историю правильно тот самый который последний месяц мы с вами очень часто и активно можем наблюдать это просьба прислать свою реакцию кто-то просто просит прислать реакцию на какие-то незамысловатые stories кто-то даже честно говорит о том что упали активы давайте поднимем их вместе с вами ну а кто-то даже идет на хитрости и уловки например говоря что наберем 10000 реакций и я покажу свои фотки пятилетней давности к примеру кстати если вы только начинаете ввести раскручивать свою страничку в инстаграме я советую посмотреть мой предыдущий ролик про раскрутку в инстаграме а также мой ролик про масс фолловинг в инстаграме но мы продолжаем сюда же для повышения охватов можно использовать в сторис сплашки с эмоциями когда вас просят провести или же даже наклейки вы их сто процентов видели когда ставят там задавайте сюда вопросы пишите свои комментарии пишите как было у вас вот эти вот окошечки ну и конечно сюда же входят у нас опросы чаще всего мы их можем увидеть например в примерочных когда просят оценить образ от или же например просят какая кофта лучше на мне смотрится и это может растягиваться на очень большое количество сторис потому что мы будем постоянно выбирать один из предложенных нами вариантов ответа и даже не задумываться что тем самым мы увеличиваем активность и повышаем охват поэтому если вы еще не используете в сторис вот эти всевозможные наклейки всевозможные опросы то я советую вам их начать использовать уже прямо сейчас и еще один способ который уже существует очень очень давно и не теряет своей популярности это лайк тайм игры данный способ должен взрывать охват и повышать статистику не только у самого блогера но и у всех кто участвует ведь весь принцип заключается в том чтобы ставить друг другу лайки и настолько это отражается на статистике в положительную сторону что пост он начинает находиться в топе либо же в рекомендованных и таким образом если человек на вас не подписан возможно он подпишется увидим в рекомендуемую вашу публикацию так что можно попробовать таким способом добавить новую аудиторию ну а если человек на вас уже подписан то ваш пост просто будет выше в ленте ну и настолько это популярно что небольшие блогеры они создают в телеграме чаты активности где просят друг друга лайкать и комментировать посты конечно же большое число комментариев под постом также влияет положительно на статистику поэтому нужно ухищряться делать так чтобы вам оставляли как можно больше комментариев под постами и проще всего это делать используя такую известную игру как стоп слово суд заключается в том что под постом пишут свои комментарии постоянно и люди ждут когда придет блогер напишет стоп а последний комментатор перед блогером он получает денежный приз соответственно люди надеются выиграть деньги пишут комментарии кто-то останется доволен и денежный приз пусть даже небольшой ну а у блогера конечно же зашкаливает количество комментариев что положительно влияет на охват на активность и соответственно у него больше шансов попасть именно в рекомендованные а также в топ публикаций конечно же это далеко не все уловки которые можно использовать при раскрутке своего instagram аккаунта поэтому обязательно напишите мне в комментарии свое отношение к подобным уловкам использовали ли вы какие-либо из описанных способов или же сейчас задумались об использовании какого-либо способа и как вы вообще относитесь в целом к таким уловкам возможно я что-то забыла перечислить обязательно напишите это в комментариях ну и конечно я буду благодарна вам за лайки за комментарии также за подписку на наш youtube канал вступайте в нашу telegram группу там вы тоже найдете много чего интересного а также сможете задать вопрос и получить на него ответ конечно прослушивайте наши аудио подкасты и заходите к нам на наш instagram аккаунт до новых встреч и хороших вам продаж